всем привет друзья с вами стич и сегодня мы сами начнем играть в игру под названием 35 миллиметров это приключительский хоррор с видом от первого лица поехали знаете мне чем-то напоминает инвестигейтер который мы сами только что проходили кто не видел обязательно проходить посмотрите это прохождение достаточно интересная игра в 3 серия там уложился тоже от русских разработчиков в принципе также какие-то игрушка но не чем-то схожи как мне кажется своей мрачностью действенностью вот такое начало не очень приятно смотрите какой-то туманный заброшен заброшен туманной лес и заброшенный дом в доме ничего нет осмотрись сам если хочешь все и мы сами начинаем анимация выполнена конечно не самом лучшем виде нужно проверить свои вещи у нас сам есть фотоаппарат есть нож есть фонарик житницкая дом 16 квартира 5 квартира 5 тут блять в принципе просто один дом фонарик на сами скорее всего понадобится все вот эти ящички можно открыть и посмотреть так ничего полезного сами тут скорее всего не найдем твоя фонари включим сразу же осмотримся ничем не примечательная избушка практически на курьих ножках так чайник советских времен какие-то спорты про тушь хех я горел нет ничего говорил нет ничего интересным с вами подобрали куда хавку так три еды пока ничего кушать сами не будем здесь ничего взять нельзя нет тут какие-то банка есть кружка и крен поймешь какие-то лекарства что ли ладно время мы сами терять не будем что мы с вами здесь сделали я понятия не имею лампу кстати можно зажечь нам нужно отправляться редко лишь если готов можем идти да не вопрос пошли так фонар только выключил шуткая конечно обстановочка знаете такой лес лес в тумане я думаю большинство из вас бывали в такой ситуации такой обстановки так скажем 35 миллиметров такое ощущение что-то с нами за нами смотрит из этого окна так все продолжаем многие говорят 35 мм мне почему-то кажется что-то 35 миллиметров вот хоть убей и стоя на сами ничего абсолютно не говорит кто мы что мы для чего вообще здесь нужны или как вы вообще оказались просто сами тупо идем вперед саде смотри там с той стороны есть какие-то постройки я даже не знаю можно ли туда вот идти скорее всего что наверно что-то произойдет если мы сами пойдем в эту сторону может быть он просто остановится и будет нас вами ждать давай побежим я всегда люблю изъедовать что-то и знаете исследовать что-то такое неизведанное из так гулять смотри тут питаящик есть аккумулятор до аккумулятор которого толку никакого так и уазик так ладно все чувак я возвращаюсь к тебе я не буду отвлекаться больше ни на какие вещи потому что не дай бог что-то может произойти анимация тут конечно выполнена не самым лучшим образом посмотрите ну что это за походка это походка какого-то не знаю человека робота блять синта из фоллаута 4 а может быть он самом деле робот красота в кавычках так а это что такое какой-то прицеп с бренными скорее всего да кто-то видимо ехал не доехал запрыгнуть мы сами сам прицеп в принципе тоже можем чемодан который нельзя взять так минутку все верно скоро будем у дороги скоро будем у дороги по какой дороге интересно здесь а есть у нас там какие-нибудь животные в игре или чудовище может быть да погодка похоже портится графика в принципе в игре приятная и она идет сама игра не на высоких настройках у меня хотя у меня комп далеко не не топовые так скажем да и сам по себе железо у меня уже слабенькая но игрушка тянет на максимальных настройках решений 1920 1080 в принципе меня это так скажем обрадовало когда я запустил эту игрушку также как и в инвестигейтер и там тоже в принципе игра не требовательна к железу красота лепота слушай мы достаточно далеко уже с тобой ушли игра только началась мы сами тупо идем непонятно куда на дворчик у нас с тобой есть вот такой ножик и есть фотоаппарат для чего он нужен я понятия не имею можно порезать даже своего напарника хотя вряд ли чувак у с тобой за грибами пошли ли за ягодами ты мне объясни местность дикой будь начеку а вот все понятно спасибо за ответ почему это сказал блядь ты хочешь сказать что кто то сейчас у нас нападет кукушки знаете реально слышите кукушка кукука это вот в лесу вот реально вот когда ты в лес приходишь и слышишь вот этот звук кукушки он не знаю как то тебя завораживает что ли ты стоишь всегда и прислушиваешься к нему где-то кукушка вообще находится знаете как кукушка сколько мне лет осталось жить куку да красиво ничего не скажешь особенно вот эти сосны сосны в перемешку с ёлками это у нас с вами ели а вот это вот рядышком соснах вот я для тех кто не умеет различать сосны и ёлки так ладно мы с вами как-то тут немножечко отвлеклись от игры а тем временем мы с вами все еще двигаемся вперед кстати ездят машины постоянно смотрите от протекторов шин такие вот следы кстати даже не знаю как игра сохраняется потому что походу сохранения как-то либо автоматически либо его нет бля белочка ты смотри да ладно белочка которая не боится людей странно нет я конечно понимаю что каким-то городские белки они в принципе не боятся людей но белка в лесу пробегает в метре от моих ног при этом не обращая на меня никакого внимания это немножечко странно слушай чувак я уже устал уже идти и говорить мне уже язык заболел давай-ка что-нибудь начинаю выполнять какие действия куда идем зачем идем что вообще делаем здесь в этом лесу как и че и че вот это да тачка смотри такая детки ничего подбирать нельзя так он нас в принципе ждет давай тачку посмотрим девятка до 35 номера 35 регион 36 если честно я не знаю 36 регионы вообще какой так что можно взять можно взять фотографию какую-то какой-то курортный город что ли или что это так откройка но по-видимому да это какой-то скорее всего курортный город потому что тут это плавают корабли так скажем ладно пошли дальше плавают киты корабли я видел там какой-то пляж но и дома скорее всего санаторий у берега так чувачок двигаемся дальше как тихо и звать то василий можно тебя будут просто звать вася блин слушай что-то меня напрягает в эту местность в эту чаще уйти что-то тут елок стало больше и полянок не стало густой такой лес пошел смотри со всех сторон и густой и Фото репортером был? Нет, просто увлечение. Такой суровый голос у мужика, фото репортером был. Кто-то однажды назвал фотоаппарат маленькой машинкой времени. Она позволяет окунуться в прошлое, вспомнить и почувствовать те эмоции, что сопровождали нас в тот период жизни. Так, а почему без голоса? Хотя порой это бывает крайне болезненно, но все же хорошо, что есть такая возможность. Так, а почему, собственно, голос этого с вами не стало? Это такая задумка разработчиков. Я помню, когда появились полароиды. Это было начало 90-х годов, наверное, год 93-94. Это такой был фотоаппарат, кто знает, а кто не знает, я скажу. Где мгновенно вылазила фотография. Это, кстати, было на самом деле очень круто, не надо было распечатывать. Нажимал фотографирование, да, кнопочку, и у тебя сразу же автоматом вылазила фотография, которую ты сразу же мог с собой забрать. Я просто часто приезжал к своему старшему даю родному брату и фотографировался вместе с ним. Так, это что за подстанция? Кстати, тут АЛЛЭП проходит линия электропередач. Так, лопата. Это что такое? Ручка замотана, веревка, можно ее разрезать. У нас же есть с тобой нож. Отлично. Для курса нет. Смотри, одна консерва есть. Все. Ладно, ножичек убираем. Трактор. Трактор без колеса. Да ну нахуй, ты что такое? Ебать. Эй, смотри. Тихо, тихо. Песик, ты нас не укусишь? Привет, песик. Давай, я тебя сфотографирую, мороденький. Ты откуда такое, а, взялся? Ладно, приехали. Поехали отсюда. Смотри, там какой-то батон стоит. Тоже какие-то дома есть. Но как-то наш приятель не хочет туда идти, поэтому в принципе мы будем двигаться тупо за ним. Друзья, не забывайте подписываться обязательно на канал, если вы еще этого не сделали, смотрите это видео. Оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. На канале уже свыше 3000 подписок. И эта цифра для меня очень-очень важна, очень существенна. Спасибо вам всем, что вы подписались на мой канал. Куда мы идем, вот самый главный вопрос. Мне кажется, мы уже с вами минут 15 вот так вот просто топаем по лесу. Как бы это прикольно с одной стороны, если честно, я бы даже грибочки бы пособирал. Да, вот они, смотри. Ну-ка, давай-ка грибочки нарежем. Нет, не хочет он как-то грибочки собирать. Откуда пес взялся? Вот тоже вот вопрос. Посреди леса появилась собака. Причем собака дрожжелюбная, как оказалось. Папоротники, смотрите, это папоротник. Я знаю, какой выглядит папоротник. Я знаю, как выглядит сосна или елка. Так, смотри-ка, какая-то речушка, что ли. Какое-то болото. Я даже не знаю, можно ли в этой игре использовать как-то оружие. Медведь. Быстро, валим отсюда. Блядь, бежим. А бежать-то куда? Сука, я бегу, не знаю, куда глаза мне глядят. Охренеть. Дом, 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 дом. Быстрей, быстрей, быстрей. Я даже назад не буду смотреть, потому что я бегу вообще сломя голову, не знаю. Давай, 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 чувак. Мы что, бежали, нет? Нет, 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 нет. Быстрей, быстрей, быстрей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрей. Не, 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 не. Блядь, не понял, я затупил, я затупил. Я думал, тут не надо никакие кнопочки нажимать. Давай, давай, я буду это сделать. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Вставай, вставай. Клавишу я постоянно приходится нажимать. Так, ну где с вами? Блядь, что это за больница? У-у-у, мы с вами сбежали от медведя, от медведя со второй попытки. Блядь, я не думал, что придется бегать от медведя. Если честно, даже для меня какой-то шок. Тем более нажимать кнопочку и... Я не привык нажимать кнопки вообще, в принципе, на клавиатуре. Это для меня тоже. Знаете, даже немножко шоком что-ли было. Так, аптечка, которую нельзя взять. Ну, это какая-то больница по-видео. А нашего приятеля, скорее всего, нет. Только не говорите, что это был просто кошмарный сон. Ординаторская. Блядь, тут окашляет. Места, с вами нету. Блядь, это кто лежит? Да ладно. Охренеть. Сколько трупов, блядь, а ты посмотри, они же практически зомбаки, блядь. Кто-то кашляет, кто-то есть живой. Как мы вообще здесь оказались, блядь? Ну, нахрен, давай из этого валить. Мне уже как-то не очень смешно. В лесу было намного безопаснее, как мне кажется, чем здесь. Но я не думаю, что тут что-то можно подобрать. Хотя попробовать взять. Снять. Оно продолжает поступать на медицинские сообщения. Оно последнее. На красном разговоре образование новой девой кровой ромки. И они пытаются расцветить часы и фитимизировать контакт, сомерами. Если у нас есть дело, все возможно для анафоизации ситуации. То как нам известно, в большинство, а в анафоизме. знаете нет мне почему-то кажется что что какое-то заражение произошло и все люди умирают смотри это же трупы ты представляешь сколько трупов нет она с вами еще ладно кто-то кричит записка нож скальпель а скорее всего какая-то была знаешь эпидемия и люди похоже стали все заражаться и поэтому мы с вами сейчас я это чё такое вот за углета мне точно не хватало дайте мне нож может все же поведаешь с какой целью мы путь держим уговор я выполнил остальное не имеет значения ладно право твое когда люди начали умирать никто и подумать не мог что все так закончится никто не был к этому готов сократилось население земли в разы казалось бы воздуха больше пространство шире но нет человек оказался настолько дик и неадаптирован что начал грызть сам себя паника мародерство конфликта никто не смог взять на себя эту нож и сохранить контроль над ситуацией вот все и рухнуло в моем городе в первый же день люди начали бить витрины выносить ценности медикаменты продовольствия угоняли машины прокалывали колеса другим дабы скорее добраться до госпиталя кстати можем сами вращать головой странно субтитры если честно как-то сверху не появляется над головой персонажа нужно тут с вещами разобраться хорошо бы воды из колодца принести червячка заморить нужно хорошо бы воды принести ты мне предлагаешь сходить такую темень на улицу принеси в воды и буквально одно количество времени назад бегал такой близко слаб и мишка который хотел нас убить да ты одна какие трец кстати часть мы сами скушаем так есть похоже все таки нельзя здесь а приучим нам понимание что нажал съел так ну давай попро ты куда пошел ой чувак конечно не знаю может быть выход и здесь скорее всего давай проверим здесь заблокирована с той стороны так ладно хорошо если не тогда двигаемся в эту сторону скорее всего вот эти двери точно откроются но тут должен лежать мишка смотри тут лопата встали и чё блять михалыч все-таки михалыча мы сами завалили как оказалось три выстрела из пистолета ему было достаточно я думал если честно только пузырю что это мы сами не убьем так ладно хорошо что это вообще за место и куда на сами идти нужно водиться да он сказал из колодца что еще чё-то поесть или чё даже я уже уже не помню если честно что он еще нам с вами сказал сделать ладно давай все будем смотреть может быть может быть мы что-то сами сможем и сделать вот такое ощущение знаю что тут нам придется сами искать какие-то предметы скорее всего так этот дом закрыт я предлагаю в первую очередь прогуляться вот по этой дороге по вот этой улице и посмотреть может быть мы сможем попасть в какое-нибудь здание слушай жуткая атмосфера вот реально вот это полнолуние просто адско сады двери открыты браконос в руки возьмем на всякий случай так ребят есть у дома нет сапоги че-то слушай скорее всего бесхозная бесхозный какой-то дом ничего такого полезного не вижу надо все все углы тут обсматривать потому что вполне возможно что тут что-то есть полезная скалка смотри скалка на сами точно не нужно мы же сами не будем пить пельмешки делать только если из медведя допустим как вариант но тесто с мукой мы точно сами не намесим поэтому так какая-то буржуйка тут кстати абсолютно ничего такого нету есть шкаф который тоже не открывается так а в том доме тот дом мне кажется все таки закрыт ладно пошли дальше не знаю хотя похоже все таки туда можно попасть ну-ка давай-ка посмотрим поближе этот дом да смотри там можно туда пройти потому что я вижу тут есть да все отлично пошли вот дверки я страшно слушай однако я боюсь что выскочит это не бабайка блять еще за звуки блять такое ощущение что-то ходит на улице вам может быть не слышно мне это прекрасно слышно так еще одно радио слушай с музыка повеселее да ничего такого нету но если честно мне шла пара прощания какая песенка играет уберу я нож свой планета в первый раз такую песню слушается честно не знаю доводилось ли вам ее слушать я что-то как-то это не припомню что ту песню где-то слушал так это чё такое провода что блин тут ничего не активно понимаешь я подхожу какой-то вещь и хочу что-то сделать но она это не работает церковь смотри заброшено это что такое блять колодец отлично нужно найти ведро окей в чё издеваетесь где тут можно найти ведро столько домов столько домов блин попробуй найти ведро ладно давайте будем сами все домики обследовать тут просто тут реально площади очень большие так а в дом смотри а в дом даже не попасть ну не знаю по-видимому в эти дома тоже церковь какая-то разрушена надписи с ты посмотри какая тут площадь здорово где я тут должен найти вам ведро вы чё издеваетесь икона о блять жуткое место кстати может тут где-то ведро лежит может быть боженька с милостицы над нами кукушка нету ничего такого нету это точно так я не хочу задерживаться в этой церкви кстати иконы тут ничего не берутся поэтому бессмысленно здесь находиться нам нужно сами найти ведро нужно думать где она может быть это ведерочка так он просил нас с вами набрать воды еще что то сделать я не помню только что блять ну где я должен найти это ведро а может быть где-то здесь не стоит уходить о блять ебать там псины псы там псы и ведерочка моё где же ты находишься так такая тарает нам точно не подойдет она все-таки дома нам с вами все всматривать так одетесь за вход что-то я как-то не понимаю вот он отлично так сумка блин я надеюсь тут никого здесь нету дома так как этот с вами тоже не подойдет так а здесь что такое блять как жутко а банки 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 скалянки мы с вами похоже подобрали батарейки блять давай бишь налево а а где ведро то карту у нас с вами никакой нету собственно где найти ведро тоже непонятно блин ну может быть ведро где-то надо найти ведро блять это что такое что за звуки ведро 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 ладно давай ведро искать твою мать а сколько я буду искать это ведро я конечно понимаю что разработчики молодцы вот уже ведро то а вот же ведерочки то родненькая сука а я тут бегал может быть я пропустил первый раз когда сюда заходил ну подавай ка водички не берем пускаем отлично поднимаем ну и чё так ведро взяли все сейчас возвращаемся обратно я просто не помню что нужно с вами еще сделать так есть визу визу я надеюсь на какая живность она с вами не нападет представляешь сейчас такой идешь вот такой прицерк в окне блять но я не думал что тут есть призраки какие то хотя кто его знает вот невозможно что и есть здесь все таки больше верен что есть какие быть зараженные но никак не призраки так чувак я принес да 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 прошу к столу спасибо ну что вздрогнем ровной дороге нам петрович ну да то я ты 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 к и ты 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 идем петрович 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 ты кто иваныч на утро утро туман все таки скорее всего нет здесь нет каких-то бабаек или призраков тут тоже чисто такое выживание стиле апокалипсиса на игра не будет проходиться за одну-две серии поверьте мне она останется серии на 5 на 6 потому что доберемся потому что по времени она занимает достаточно многое достаточно большой промежуток города города доберемся но я вам скажу когда на улице светло как-то повеселее играется не так страшно как это ночью вот если смотреть на это сейчас данном сночку то это не так мрачно как было ночью как бы довольно таки симпатичная такая заброшенная деревушку на первый взгляд по крайней мере так иваныч ты че-то разошелся так быстренько кстати пёсики какие-то бегали поэтому я на свой тесак достану что если не удивлюсь если на самом период сейчас отбиваться от местных шавок все бы неплохо было бы воспользоваться вот этим батоном самое то бы в него бы сесть и уехать я понимаю что он не рабочий но тем не менее блять из сколько собак не такое чувство что сначала мы с вами съебывали от медведя сейчас на сами перес убегать от собак я дома конечно никакие заходить не буду потому что смысла в этом нет абсолютно слушай ну реально деревня просто огроменная я сейчас он думал что вот тут она заканчивается не смотрела тут только начинается псины псины лая где-то далеко ты ночью ничего не заметил кострище еще дымится слушай да нет кто-то здесь был совсем недавно хорошо бы проверить дом чё там такое блять слушай там какой-то зараженной похоже женщина для тебя думала на живая ок она и так живая смотри бьё пушки воропушки а япона мать сука чё пойдем так осторожный топор вот это страшно сука все ребят давайте так записка бабе лизис каждым днем становится все хуже и хуже мы боролись за нее вместе мы боролись за не всеми способами на быстро держа населения нет долго раздумывали как бы облегчить и страдали но не смогли духу не хватило нам пришлось оставить ее здесь заколотить окна и забарикаде и забарикадировать дверь если читаете это будьте осторожны ух твою мать а пошел дождь так а где баба лиза то баба лиза похоже где-то так давай 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 подвигаем ребят я боюсь я боюсь почему не открывается дверь баба лиза давай потихонечку баба лиза что с тобой ебать баба лиза ты чё мы ее захуярили типа мы облегчили ее страдания или чё наверно все таки стоило убить наверно как мне кажется так иваныч ты где ты мне ничего сказать не хочешь что-то я не понял а походу и сами зря вольнули тут ничего в принципе не берется мы как это знаете как раскольников бабулю убили ладно друзья давайте на этом завершим прохождение этой серии следующей серии начнем все таки разбираться что произошло здесь все вы почему вообще эту бабулю убили похоже нам даже сами убивать не надо было хотя кто его знает если мы убили тут наверно по сюжету так и надо было сделать иваныч правда с нами хоть не хочет разговаривать но но я думаю по следующей серии он с вами все договорит все на этом все не забывайте подписываться на канал оставляйте комментарии и ставьте палец вверх ну а с вами был как всегда сич всем до новых встреч пока пока Продолжение следует...